на месте, на территории, в административном здании поселка Пугачёва, либо подав заявку онлайн, по электронной почте, приложив все необходимые документы... А это много? Нет, немного. Перечень документов указан на сайте. Есть даже заявление, которое можно заполнить, скачать, распечатать, заполнить и предоставить. Единственное, там документы нужны на автомобиль. Ну да. Да, и в заявлении нужно заполнить маршрут следования. Вы же понимаете, что, во-первых... Извините, пожалуйста, стол укрепчатый. Да, извините. То есть сейчас мароль будет сводиться к подаю-унеси. Хорошо. Мне кажется, одна из проблем, если нужно получать разрешение, то это будет А, очередь, Б, не записаться, и потом все равно откажут по какому-нибудь принципу. Отказать могут лишь по причине А, неявки на получение разрешения, это лично делается. Можно прямо прийти? Конечно, и получить, потому что там ставится подпись, печать, она нумеруется, заносится в журнал и так далее. Второй вариант – это когда предоставлен не весь перечень документов. В зависимости от того, что вы планируете делать. Если это однодневная поездка, это одна история. Если вы планируете отдохнуть неорганизованно, то есть не используя существующую инфраструктуру, это базы отдыха, это фермерские рестораны, которые сейчас у нас есть, функционируют, да, вот мы знаем Краснолесие, Дмитриевки, это охотничьи хозяйства, которые располагаются, то это немножко другая история. Если вы хотите заночевать на территорию парка, поставив палатку, то это требуется голосование. Ну, хотя бы палатку поставить можно? Можно. Все самое интересное – либо пешком, либо на велосипеде. А для этого разрешения не нужно? Нет. А, это упрощает дело? Значительно упрощает. Такого рода экскурсии, пешие, велосипедные, они абсолютно не запрещены. Одна моя знакомая называет это лесными купаниями. Красота. Да, вот такая красота получается. Вкус и аромат. Да, запах действительно чудесный. Красивая. Зелененького не хватает. Разнообразно. Так, сейчас добавим зелененького. Не сильно длинными. Вот так вот? 4-5 сантиметра. А вы думали, я не справлюсь? Я надеялся, что вы справитесь с этим серьезным заданием. Ну да, и мы, кстати, переходим действительно к серьезным... Снова переходим к серьезным сводкам с фронта экологической борьбы. У меня есть ощущение, что мы туристы для вас самый сложный фактор. Самый большой фактор опасности, угрозы и риска. Вот. Ну, есть такие соображения. Потому что есть, так называемые, агрессивные туристы, которые агрессивно занимаются туризмом, да, и не приемляют никаких ограничений личных прав и свобод. А почему? Ну, при этом забывают, что находятся на природной территории, на земле гослисфонда и так далее. Ну, потому что считают, что раз я приехал, я должен все увидеть, причем в том виде, в каком мне это хочется. Если подъехать к реке, то прям колесами в реку, да, если подойти к дереву, то прям к дереву подъехать на автомобиле, чтобы можно было из открытой двери его пощупать и так далее. Но ведь трудно отказываться от десятилетиями насаждавшегося лозунга «человек царь природы». Конечно, трудно, но, к сожалению, за последние десятилетия фокус антропоцентризма сместился на биоцентризм. Надо понимать, что человек – это непременный компонент биосферы. Часть природы, да? Да, конечно, и он должен бережно относиться к тому, что у него есть. В противном случае мы рискуем все это потерять. Ну, законы экологии же тоже были открыты буквально недавно? Ну, да, относительно недавно основные законы экологии были открыты во второй половине 20 века. Ну, это такие общеизвестные в обиходе фразы, как «Ничто не дается даром», «Природа знает лучше», «Все должно куда-то деваться». И за все нужно платить. Да, совершенно верно. Человек подчиняется законам природы, даже действия против них об этом необходимо помнить. Хорошо, что мы, допустим, знаем, что перед посещением парка Виштанецкий нужно, скажем так, обозначиться. Правильно? Да. На дальних подступах причем. А что еще, кроме разрешения, можно у вас получить? Ну, помимо всего прочего, значит, у нас в дирекции можно получить информацию о том, введен ли на данный момент времени особый противопожарный режим, возможно ли вообще реально ли посещение лесов. Также мы можем подсказать, что где у нас можно интересно посетить, в каких местах можно заночевать. А где порыбачить? Насчет, где порыбачить, это отдельная история. Озеро Виштанецкое, памятник природы регионального значения, гидрологический. И река Красная на протяжении 4,5 километров, даже более, тоже является региональным памятником природы. А это что значит, что там нельзя рыбачить? Нет, рыбачить, конечно, можно, но в определенных местах, да, не нарушая естественный ход биологических и экологических процессов и соблюдая определенные ограничения, которые накладываются уже, собственно, рыбоохранной инспекцией. Кстати, что сюда теперь добавить нужно? Кориандр? Сначала мы добавим, давайте, зеленый лук. Да. Огурцы? И огурцы, да. Тщательно перемешаем. Сдобрим это все солидной щепоткой кориандра. Угу. И можно есть? Да. Кунчозом. Имбирь и чеснок очистить от кожуры и измельчить. Зеленый лук нарезать наискосок. Все прочие ингредиенты, кроме лапши, нарезать тонкими, примерно одинаковыми полосками. В глубоком сотейнике или в сковороде «Вок» разогреть немного растительного масла. Быстро обжарить на сильном огне лук и морковь. Добавить имбирь, прогреть, затем положить болгарский перец и, в зависимости от вашего вкуса, грибы либо полоски мяса. Перемешать и тушить почти до полной готовности. В конце приготовления посыпать молотым кориандром, положить свежие огурцы и зеленый лук. Рисовую лапшу-фунчозу залить кипятком, через минуту воду слить. Лапшу переложить в глубокое блюдо, добавить содержимое вока, быстро перемешать, по вкусу прибавить соевым соусом и подавать. При желании можно посыпать готовое блюдо белым или черным кунжутом. Казалось бы, что общего у корейской фунчозы и реки Красная, расположенной на самом востоке Калининградской области. А дело в том, что и правила приготовления фунчозы, и правила посещения природного парка Виштенецкий нам сегодня объяснял наш гость, директор этого парка Юрий Фещенко, ну и, как оказалось, прекрасный кулинар. Ну что же вы нам ни сныти не принесли, ни, не знаю, ягоды каких-нибудь, ни даже шоколадки из раминтона? Для этого вам придется поехать в Краснолесье и прогуляться по территории природного парка Виштенецкий. Ну тут вы тоже правы. Юрий, как поехать в парк, вы нам рассказали очень подробно. Где получить документы, где собрать информацию, по каким дорогам добраться. А вот если такой глобальный вопрос поставить, ради чего? В чем, собственно, уникальность Виштенецкой возвышенности? Для нас, для людей, не таких специалистов, как вы, не как кандидат биологических наук. Я считаю, что все-таки нужно туда хотя бы единожды съездить, для того, чтобы увидеть все то богатство природного ландшафта, шум леса, звук живущих в нем зверей. А может быть, вам даже удастся увидеть уникальное животное, которое обитает только на территории природного парка Виштенецкий. Живет, размножается, пополняет свою популяцию. Это европейский благородный олень. Нужно быть очень внимательным и очень тихим. И вести себя полностью в соответствии с правилами парка. Совершенно верно. Я усвоила урок. Можно ехать? Да. И действительно, ехать не просто можно, но и нужно. Время к тому располагает. И лето. Аж какой осенью красивый Виштенец. Особенно вот с обзорной площадки Ковчег. Конечно. Но это уже совсем другая история, о которой мы обязательно расскажем в одном из выпусков программы «Дело вкуса» в эфире телеканала «Каскад». Уточнить все правила и все условия посещения парка Виштенецкий вы сможете на сайте дирекции. А уточнить все правила приготовления франчозы сможете в социальных сетях у группы программы «Дело вкуса» на фейсбуке, вконтакте, в инстаграме. Друзья, мы увидимся с вами. Надеюсь, что в Краснолесе. Вам до той поры приятного аппетита и пока-пока. А к вам, Юрий, у меня только один вопрос остался. Это есть палочками или вилочкой? Пожелание. Кому как удобно. Генеральный спонсор программы сеть супермаркетов «Виктория». «Виктория» – здесь начинается дом. Телевизор. Уйма. Холодильник. Уйма. Уйма. Все, что нужно. Новинка в доме дверей «Вэлдорис». Повторяю, межкомнатные двери «Вэлдорис». Всегда в наличии. А еще скидки. Скидки до 40%. Доставка и замер бесплатно. Дом дверей «Гагарина-15». Почувствуй мощь агрегатов и инструментов «Штиль». Бесплатное сервисное обслуживание моторной техники два раза в год. Официальный дилер – компания «Дуз Калининград». Профессионалы с 10-летним опытом. Автослесарное оборудование и инструмент. Восстановление алмазных коронок и ремонт техники «Штиль». Туруханская, 3А. Телефон 8906-217-4379. Платил аренду за квартиру, была аренда, ого-го. Дешевле взять свою квартиру, по крыше дома своего. Бросай платить за чужое. Своя квартира в готовом доме от 890 тысяч рублей. Новая Голубева. 4 пятерки 85. Есть ворота, которые нужно защищать. А есть ворота «Херман». Гаражные ворота «Херман». Всегда на защите вашего автомобиля. Больше размеров, больше цветов. До 1 июля. До 30% дешевле. «Шерман». 740-333. Покупайте в магазинах сети «Шик и блеск», бытовую химию, средства гигиены, декоративную и уходовую косметику. Новые акции и скидки каждый месяц. Хо-хо-хо-хо-хо. Субтитры создавал DimaTorzok История – это не только факты и события, это прежде всего люди и их судьбы. Мы, Калининградцы, живем сейчас на российской земле, но она имеет многовековое уникальное прошлое. Здесь жили талантливые и гениальные личности, которые в разное время внесли значительный вклад в историю человечества. Именно им посвящена книга «Легенда Янтарного края». «Легенда Янтарного края» – это книга о людях, прославивших нашу землю, через призму которых мы можем посмотреть, как развивалась наша земля на протяжении восьми веков. Это и первые миссионеры, и полководцы, композиторы, ученые и поэты. Цветой Адельберт, в памяти которому стоит крест на Балтийском побережье, основатель Кенигсберга Атакар II Пшиммысл, основатель Альбертины Альбрехт Бранденбургский. Император Российской империи Петр I, который учился здесь военному делу, экономике, торговле, кораблестроению. Также и архитектуре, кстати. Романтик-сказочник Гоффман, мы все гордимся, что он являлся нашим земляком. Генерал-губернатор Суворов Василий, отец прославленного нашего полководца Александра Суворова. Фридрих I, единственный король, который родился на этой земле. Великий философ Иммануэл Кант, который ни разу не выезжал за пределы Восточной Пруссии. Судьбы многих из них переплелись самым причудливым образом. Они не похожи друг на друга. Смелые и амбициозные, скромные и бесхитростные, беспокойные и настойчивые. Кто-то оставил свой след в мировой истории, кто-то многое сделал для страны или нашего города. В Книге очень много ярких личностей, которые восстанавливали разрушенный город после Второй мировой войны и сегодня прославляют нашу землю. Это и главных войск Сомер, благодаря которому наши завладели форпост.